Сегодня с 8 часов утра избирателей ждут на участках. Неочередные выборы президента Украины стартовали хоть и не по всей стране, но вовремя. Избиратель должен для начала убедиться, что он пришел на свой выборчий участок. Затем зайти через вход, подойти к столу, где члены комиссии будут выдавать ему бюллетени и предлагать расписаться в реестре. Одному из членов комиссии предъявить паспорт. Подойдет и другой документ, удостоверяющий личность и гражданство. Временное удостоверение гражданина Украины или военный бюлет. После этого другой член комиссии, они обязаны выполнять эту работу в паре, выдает бюлетень. Бюлетень для голосования складается из двух частин. Контрольного талона и собственного бюлетеня. Выборец расписывается на талоне и навпроти своего прозвища в списке. Член комиссии ставит подпис на контрольном талоне и отрывает его. Избиратель с бюлетенем отправляется в кабинку и находится там в одиночестве. Столько времени, сколько необходимо, чтобы принять решение и проголосовать. Затем, чтобы участникам голосования никто не мешал, следит еще один из членов комиссии. Трое членов комиссии получат урну для голосования на дому. И вместе с представителем милиции и наблюдателями они отправятся осуществлять голосование на дому. После 12 часов работы помещение участковой комиссии закрывают. Но только для избирателей. Ровно в 8 часов откроется беспрерывное заседание комиссии, которое закончится только тогда, когда мы подпишем протокол про подсчет голосов. Глава, заместитель и секретарь с протоколом и милицейским сопровождением отправятся в окружную избирательную комиссию, которые тоже будут работать еще с 25 мая. Будем контролировать, правильно ли идет процесс, реагировать на какие-то моменты, на какие-то ситуации, которые могут возникнуть в процессе выборов. И будем ожидать уже готовить, организационно готовить прием результатов выборов. Члены участкома расходятся по домам только когда протокол с результатами подсчета голосов примет окружком. Но их полномочия будут действительны, пока Центральная избирательная комиссия не огласит результаты выборов. Анна Старкова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».